здравствуйте друзья пришло время заново нам начитать курс по тестированию программного обеспечения на русском языке это будет доступно всем кто в классе и тем кто не в классе захочет посмотреть потом вы видите страничку она у нас в ссылках там под всеми видео но этот портного dot com slash are you ru это на русском языке мы когда-то уж слава богу лет 6 назад с лишним все это делали за это время много чего поменялось то есть я не могу сказать что фундаментально как-то уже очень там поменялось но надо надо обновить кроме того там так получилось что мы с одной стороны писали вебинар вот тем же софтером что вот мы сейчас с вами записываем этот разговор а с другой стороны стояла камера меня писал наш сотрудник на эту камеру и значит вот это видео у нас есть видео с одной записью с другой если вы посмотрите например вот занятие номер один да вы смотрите введение в профессии вот у нас есть файл у нас есть вебинар в записи это идет на youtube вебинар видео ну ну да они оба на ютюбе только один вебинар один просто вебинар а другой в студию видите студии то есть написано на камеру и вот когда смотришь там что на камеру было там разрешен ну ну разрешение такое как бы сильно устаревшие там 480 но действительно как-то мне не неудобно там много просмотров там боже там хорошо так почему за миллионы до этих просмотров но тем не менее пришло время обновить я думаю что мы оставим эту же страничку может быть еще одну сделаем я не знаю может быть а зачем два курса на одно сделаем еще одну страничку вот сделаем еще одну страничку будем это делать в то время когда вам относительно удобно это слушать ну допустим мы можем начинать в 10 часов по маску по нашему времени с утра значит это девять часов вечера по москве в общем вполне нормально то есть успею хорошо смогут посмотреть и те кто там и в киеве и беларуси по вообще на по московскому времени живет там и так далее то есть в конце концов кто в глаз не попадет тот так посмотрит то есть мы мы это делаем для такого зрителя который придет в класс он не живет в америке но класс сам по себе то что мы преподаем это вещи которые нужны для того чтобы найти работу в соединенных штатах я не знаю как проходить интервью там в москве или в одессе я не знаю какой там рынок и какая там специфика я не смогу написать там или научить других писать тест документацию по-русски никогда в жизни не писал и не не знаю терминологии на русском языке не знаю поэтому все что мы будем делать мы будем объяснять по-русски но вся писанина которая будет происходить будет происходить по 1 английского языке вся терминология которая будет использоваться будет на английском языке в частности я хочу чтобы у нас осталась запись от этого как бы актуальный современный класс потому что у нас есть онлайновые классы которые мы ведем за деньги для тех кто живет в америке там они не будут идентичны как бы полностью но тем не менее поэтому я хочу чтобы наши студенты а у нас в онлайн классе но процентов и за ну скажем на 150 человек может быть 5 не говорят по-русски представляете масштаб вот я хочу чтобы у них была возможность посмотреть туда и посмотреть сюда и послушать там на родном языке может быть там далеко не все в онлайн классе далеко не все говорят хорошо по-английски то есть если на кампусе мы еще отбираем но хоть как-то отбирает то там просто человек я хочу ну хочу значит давай вот и очень много много целей много там всего я на самом деле думал 26 апреля у нас начинается новая группа в онлайне я думал разбить ее на две части искать ребята кто хочет по-русски значит вот будет одна группа а те кто хочет по английски будет друга не потому что они не могут например по-русски как скажем там то есть люди просто не могут а потому что не все хотят даже те кто может поэтому я думал то и сделаем две группы ну и сотрудники мне говорят какой смысл ну ну сделай для тех кому отрисовано основной аргумент у них был в пользу того что если люди которые платят деньги за то чтобы найти работу будут слушать по-русски то у них будут проблемы потом с нахождением работы с прохождением интервью и я их не переубедил в этом плане в терминологии не надо говорят ну хорошо значит решили сделать так у меня есть группа группа я извиняюсь весь аккаунт в скайпе он на самом деле существовал некоторое время назад был создан но пока вот сидел отдыхал ничего не делал где он тут меня вот этот вот видите он называется партнов онлайн вот тут сверху написано тут маленькими буковками написано партнов онлайн это очень просто если вы хотите попасть в этот класс то вы просто пишите мне вот на этот аккаунт подключаетесь в первую очередь должны подключиться и когда вы подключитесь вы должны записать там онлайн класс на русском языке это будет первый тест если вы не в состоянии этого написать значит вам не надо быть в классе будем считать это первым таким тестом на профпригодность значит все в этом в этом окошечке skype в этом аккаунте вот я вас всех и соберу в одну группу большую в группе группы сейчас skype разрешает большущие группы я даже не знаю там я не знаю какое ограничение раньше было ограничение 300 человек сейчас там насколько есть значит соответственно всех вас я соберу в эти группы и вас будет не больше 500 человек а те кто подпишется после того как 500 человек будут сделаны я не смогу ничего сделать потому что у меня ограничена система вот здесь справа если вы видите вот тут ведь написано а индис да вот написано 501 из 500 сейчас я один системе значит 501 вместе со мной у меня лицензия на 500 человек который одновременно присутствует онлайн и могут слушать вебинар живьем поэтому вот вот так будет вы можете сказать а давайте делать вебинар в ютюбе трансляцию там сколько хочешь может участвовать это правда но в ютюбе нет такой такого разрешения высокого как вот тут то есть ютюбе будет разрешение может быть там я не знаю но даже если написано 700 если написано 1080 там это не будет 1080 это будет в лучшем случае 720 поэтому ну не годится а здесь разрешение намного лучше чем во всех наших видео то есть вот этот инструмент пишется с экрана насколько экран позволяет это сделать а экран очень хороший поэтому мы хотим произвести качественный продукт который будет размещен для пользования там на протяжении какого-то времени существенно поэтому значит наша лицензия в 500 участников вот требует чтобы было не больше 500 поэтому соответственно вот значит первые 500 будут а остальные нет я я честно говоря рассчитываю что 500 не соберется куда куда жестоко но речь идет еще о чем недостаточно быть в группе но на занятия не ходить то есть если человек будет в группе а на занятия не ходит то мы уже этой группе будем удалять мы знаем кто ходит там все опять система ведет учет на числе он если ты не ходишь не надо посмотри в записи эта запись появится буквально через там два часа после самого вебинара и посмотри себя вместе со всеми значит вы должны понимать также что если вы в классе и в этом классе ну допустим даже не 500 человек а даже если 300 то интерактивность такой особой там нету безусловно я в какой-то момент говорю значит там вот задавайте вопросы какие есть вопросы там но вот кто быстрее там ответит первый чек там 10-15-20 я так быстро пробегу пойму о чем речь и пойду дальше но интерактивности будет мало вот вот примерно такой разговор значит вы можете сказать а когда начинается и по каким дням будет идти это тоже вопрос интересный потому что если мы будем делать например один раз в неделю то мы очень долго будем идти потому что я хотел сделать но если не 40 занятий то может быть 30 а может быть и 40 если мы добавим автоматизации малька к этому делу такой не не глубокой но вот по чуть-чуть поэтому 30 недель это нам совершенно и вам и вам тяжело будет и нам головная боль на продолжительный промежуток время поэтому мы может быть сделаем там два занятия в неделю какие это будут дни я пока не знаю значит это не будет наша пятница потому что в пятницу у нас прямой эфир это и вам собственно тоже в пятницу вечером там ходить в класс ну посмотрим да и это не должно конфликтовать с тем классом который у нас идет но тут плохо нет наш класс вечером этот днем принципе принципе любые дни там сгодятся мы договоримся ближе к делу когда группы сформируются мы скажем хорошо ребят какие значит как скоро начнется ну сейчас посмотрим как вот запись пойдет если по при этом 15 так нам и не надо вообще вообще можно не начинать вот а если будет достаточно много народу то соответственно 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 начнем поскорее я хочу сказать что все те кто у нас когда-то учился в онлайн-классе и хотят поучаствовать но им хотя удобно да они если они в америке им тоже удобно это днем вот смотря чем они заняты то как бы я их тоже всех приглашаю хотя еще раз записи будут доступны и для тех кто был и для тех кто если для тех кто будет и как бы со всеми там ну почти со всеми при бабахами мы сделаем еще пару проектиков в отличие от прошлого класса где мы просто показывали пару хохмачек на каких-то там проекте как здесь мы сделаем с вами проекте мы потестируем реального мобильное приложение мы потестируем реально веб-приложение вы поиграетесь реально с backtracking database вот но еще раз если какие-то глюки будут какие-то проблемы доступа там и так далее так далее то я рассчитываю что у вас будет какое количество технически грамотных людей которые возьмут на себя общение значит с теми кто менее грамоты потому что мы вы просто не выдержим в офисе еще я создам две группы давайте пока мы с вами тут разговариваем значит мы сделаем группу вы создадим одну группу которая называется так она у нас будет называться класс да онлайн класс давайте назовем ее онлайн класс так так чё и все что ли группа что-то мне это не нравится ну-ка подожди нет это что-то не то подождите так вот здесь она будет вот я извиняюсь редко группы создаю значит онлайн класс это вот такая группа значит сеттинги значит не надо мне ничего посылать ссылку для всех чтобы присоединиться группе нет посылки не будет значит я хочу чтобы человек живьем это делал без ссылки вот ну и собственно все значит вот у нас есть группа онлайн класс там пока никого нету что-то такое произошло не закрыли и сейчас я создам еще одну группу а где группа так есть группа так контакты должна была бы вот тут выйти на самом деле олл так и говорим давайте еще одну группу ммм эд create new group так значит эта группа будет у нас чат 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 окей и что тут у нас сеттингс на тифа и вансамсин не надо на тифа и линк ту джоин будет линк но я вам потом дам значит или как я пока ли пока линка нет значит а когда вы уже будете в классе я вам дам ссылку значит вы будете в двух группах каждый из вас будет в двух группах так окей я честно я не знаю почему я не вижу тут эти группы слева как обычно ну посмотрим значит рис вот мы тут рис одна группа вторая группа тут уже к нам чек подключился я не знаю когда он успел то вроде же мы же не не в трансляции вот и а мы в трансляции мама родная неужели вы в трансляции в общем посмотрим вот и как неожиданно соответственно можете очень не так сделал соответственно группа которая группа класса функционирует только тогда когда класс работает да вот педагог вышел в класс и вот группа начинает функционировать в эту группу посылается ссылка на вебинар вот ну допустим давайте нет сейчас сейчас я не могу показать у меня запись там идет но него неважно там идет ссылка вы кликаете на ссылку оказываетесь в саму в нашей трансляции дальше цвета там происходит и вот тогда вы пишете в группе в которой студенты вот здесь группа онлайн класс а когда этого нет значит вы пишете в группе чат можете что угодно то есть это как бы человек может остаться не остаться и а здесь не надо мусора создавать и так далее вот наверное все правила игры и и я думаю что же у нас так вроде вроде все да мне так показалось что я в трансляции уже а тут и бог не знаю что произошло потом посмотрю я не имел ввиду транслировать имел ввиду просто запись сделать наверное наверное все пишите вопросы которые там есть что касается даты я тогда уже буду извещать здесь конкретно в на канале тех кто в группе значит я буду им посылать какую-то информацию больше не буду никому голову морочить с этим делом у нас на канале все ребят спасибо и до скорых встреч в следующем году я 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